всем привет дорогие мои друзья сегодня я хочу записать такое видео в честь годовщины нашей свадьбы с Вовой видео о нашем знакомстве давненько меня уже спрашивали задавали вопросы просили записать такое видео но все как-то как-то не могла это сделать собраться с мыслями так как у нас такой замечательный повод серебряная свадьба 25 лет совместной жизни поэтому решила немножечко чуть побольше рассказать о нас познакомились мы с Вовой когда мне было 17 лет это был месяц декабрь была зима кстати обожаю зиму именно вот декабрь ноябрь декабрь январь и то до середины месяца так как у меня там в начале января день рождения 6 января и уже после каникул в принципе я не люблю зиму а вот ноябрь декабрь когда как раз у нас такая погода снежок нет еще таких великих морозов я обожаю это время вот и видимо в это мое любимое время я встретила Вову ну то есть вот мне было 17 лет и буквально там через несколько недель мне уже должно было исполниться 18 они приезжали с братом со своим близнецом проездом через наш город Екатеринбург они ехали с армии подслужив раньше это было два года срок вот и так получилось что остановились они как бы совместные нашей знакомой а ее называю сестра она мне чуть постарше вот мы с ней проводили все детство у нее как раз они остановились чтобы переночевать и уже двигаться дальше к себе домой в Тюменскую область вот она мне позвонила сказала чем ты занимаешься я как раз помню что был такой вечер какой-то скучный ко мне пришла подружка как бы как мы очень часто с ней встречались и как бы нам и разговаривать то было не о чем и конечно же я с радостью согласилась прийти познакомиться думаю посидеть в общем отдохнуть развеяться вот и я моментом просто оделась вот она у меня жила недалеко от моего дома поэтому я прибежала вот и отмечу что так как у меня сестра уже она была постарше меня и она уже работала она не была она уже зарабатывала свои не были свои деньги она зарабатывала и на тот момент у нее была уже камера видеокамера вот на которую мы уже снимались там у нас были семейные там кадры разные вот и я скажу что я не вообще не любила когда мне снимаются очень стеснялась старалась как-то уйти от камеры ночью вообще не любила когда не снимают и в принципе я сейчас люблю снимать саму себя люблю селфи делать и кстати не очень люблю когда меня снимают вот именно меня потому что я знаю свой ракурс как мне будет лучше в общем типа того вот и так как у нее была камера у нас конечно остались эти кадры с нашего знакомства с этого вечера я попробую вам вставить если у меня получится может быть не совсем будет такое идеальное качество но потому что это уже цифрованная запись и вот попробую как-то вот что-то сюда могу вставить показать чем я в принципе всегда была очень скромная девочка не хотела сниматься на камеру в общем а тут просто я не знаю что со мной случилось я пришла было три парня то есть два брата вот близнеца вова видите и их друг тоже с армии не ехали их было трое вот моей сестры уже был на заметках так скажем молодой человек она уже была влюблена вот поэтому естественно на внимание она не обращала и я пришла к ним в гости и как-то само собой у нас просто началось такое как сказать такая движуха учились права у нас музыка играла начались танцы я скажу что вообще абсолютно я была расслаблена вообще почему-то не особо я стеснялась как-то и даже когда меня снимала уже вот сестра я настолько как-то поймала волну или мне так хотелось расслабиться вообще ну в общем как будто была не я если честно она мне тоже не узнавала в общем увидите вы кадры как мы пустились в пляс но а а а и и Ты прости, видно, наши с тобой пути очень разные. Двенадцать восемьдесят пять и два ноля, ты написал на ладони у меня. Ну-ка звонки мне, отвечает тишина, двенадцать восемьдесят пять и два ноля. Мила, со мною ты поступила, нечестно, не справедливо, ты пожалеешь о том. Крошка, девчонка, суперобложка, из-за тебя потерял покойный сон, но дело не в том. Двенадцать восемьдесят пять и два ноля, ты написал на ладони у меня. Звонки не отвечают, тишина, двенадцать восемьдесят пять и два ноля, ты написал на ладони у меня. Снова, короче, уядет телефона, но тишина так сурово, и все надежды мои. Звонки не отвечают, тишина, двенадцать восемьдесят пять и два ноля, ты написал на ладони у меня. Этот вечер мы провели очень, конечно, классно, молодые, им двадцать лет, мне тоже там семнадцать, вот, естественно. Я хочу сказать, что сначала я, конечно, вот когда зашла, вообще, первый взгляд, два одинакового брата были для меня. Я вообще не понимала, кто есть кто, вот, и когда даже смотрела фотографии их армейские, вообще не понимала, то есть я не могла действительно отличить друг от друга их. Я даже сначала путалась, кто кого зовут, как, вот, но потом как там при общении, вот, поняла, что видите, он такой более активный, он такой, как-то, ну, более шаботной, что ли, мне показалось на тот момент. А Вова, как бы, он более такой стеснительный, что ли, был какой-то, как-то вот более такой понягче, что ли. Ну, не знаю, может быть, он тоже сразу на меня обратил внимание как-то, ну, вот, вот, не знаю, сразу поняла, что вот Вова, Вова и все. Вот, и мы их проводили на поезд, посадили, в общем, отправили домой. Раньше у нас не было соцсетей, у нас, как сейчас, можно переписываться, у нас не было сотовых. Я помню, у нас был стационарный телефон, и по межгороду у нас как-то не особо дома разговаривали, видимо, потому что денежку надо платить как-то. Не знаю, почему-то я даже боялась позвонить ему. Ну, и помню, пришла к подружке, в общем, сказала, что давай, это, от тебя позвоним. Ну, как бы, вот. И пару раз, по-моему, я звонила от подружки. Он мне сам достал звонить, вот. И сказал, что 3 января он приедет, он, да, он приедет сюда, он сам, как бы. А когда мы, вот в тот день, когда мы встретились, он сказал, что он меня заберет, он меня увезет к себе. Ну, нет, я, конечно, я очень привязана к своему месту, и для меня переезд это просто что-то нереальное. Ну, и плюс, куда он меня увезет, потому что у меня началась учеба, я как раз поступила на первый курс университета уже, у меня уже, по-моему, прошла одна сессия. Срываться, конечно, мне никто не даст, и я сама, конечно, никуда не поехала бы, потому что оно все-таки университет, это было уже тогда сложно поступить. То есть я занималась репетиторами, я поступила на бюджет в университет, и, конечно, сорваться так, поехать, сломя голову, конечно, нет. Поэтому я сказала, хочешь, приезжай сам, но я, конечно, никуда. И Вол мне сказал, что я буду у тебя 3 января. А вот он приехал ко мне, вот мы отметили день рождения, у меня 6 января было, и как-то надо было что-то решать, потому что надо где-то жить. Вот, и, может быть, это как-то у нас способствовало нашему быстрому сближению, семейному вот этому гнезду, так скажем. Вот. Он поехал за вещами и приехал ко мне домой. Скажу, что у родителей тоже, у родителей был шок немножко такой небольшой, потому что, ну, как-то это все так быстро просто по щелчку произошло, конечно, вот как любовь с первого взгляда, да, встреча. И сразу вот мы начинаем жить вместе. В феврале приезжают родители его. Мама приехала, да, папа не смог поехать. Ну, как бы у нас было знакомство. У меня тоже, кстати, есть видео. Мы записывали, как раз тоже снимали на камеру. Он там тоже такой семейный-семейный. Но это у меня не отцифровано. И свадьба, кстати, у меня тоже не отцифровано еще. Надо срочно отдать кассеты, которые были записаны тогда на эти видеокассеты, да, мы через видик тогда смотрели раньше. Вот сейчас нужно, конечно, их отцифровать, пока они совсем там не испортились, не залежались. Вот, и потом у нас, мы подали заявление, да, и в августе, вот у нас 28 августа, была торжественная свадьба. Такая свадьба, что вспоминаем, конечно, всегда с радостью, с удовольствием. Конечно, мы были молодые, помогали нам родители. И вот, нам все понравилось. Было, конечно, это в таком стиле, где выкупать нужно было невесту, где там помогали подружки, да, там с какими-то шутками-переводками у нас все это было происходило. Ну, вот как по раннейшим традициям, да, выкуп невесты, ездим по местам, потом в загс, там, да, и потом в столовую. Вот, но свадьба запомнилась на всю жизнь, очень душевная, хорошая, были все родственники. Было очень-очень весело, прямо очень весело. То есть, вот, хочется пересматривать ее постоянно. Многих уже нет в живых, моих бабушек, дедушек, с одной стороны, с другой стороны. Очень много кого нет уже в живых. Очень много развелось у нас пар, и у друзей, и у родственников, то есть, пораспадались пары, конечно. Но вот, на нашей свадьбе было очень весело, очень хорошо. Ну, мы любим свою свадьбу, вспоминаем всегда с улыбкой, со смехом. Вот, и не успела я ее вот оцифровать, чтобы тоже какие-то, может быть, моменты я бы могла вам вставить со дня свадьбы. Но вот, ну, может быть, еще когда-нибудь потом я вам расскажу, и, может быть, эти кадры все-таки когда-нибудь вы увидите. Вот, такая у нас встреча, любовь с первого взгляда. Поначалу были ли какие-то недопонимания и ссоры, конечно, это было. Мы разные с ним, ну, как бы поначалу, да, наше воспитание, что ли, как бы. Вот, и мы, вот, если вспомнить, вот, прям, начало, да, у нас были эти ссоры происходили, мы могли прямо так яростно ругаться. Но я очень отходчиво, я прямо, вот, я не могу долго, там, не разговаривать с человеком, обижаться. Вот, прям, я вот могу выплеснуть все, да, вот, свое негодование, но помириться мне хочется прямо вот сразу же. Вот, то есть, вот, у меня нет такого, чтобы мы, у нас не было такого, чтобы мы по месяцу не разговаривали, по неделе, или даже два дня, ну, как бы, вот, в этот же день поругались, в этот же день помирились, так скажем. А миримся мы вообще-то у нас, вообще, еще, как бы, больше мы любим друг друга, у нас, знаешь, происходит страсть, и, то есть, ругаемся, а потом страстно миримся. В общем, уже ближе, вот, может быть, там, за 35 или к 40 годам, наверное, ближе вот к 40 годам, мы уже стали вообще на одной волне, то есть, мы уже понимаем, кто что хочет, кто что любит. Ну, это вообще, как бы, уже знаем, кто, на чем может обидеться, и у нас не хочется, конечно, да, вот так вот сглазить, да, потому что, вот, я, бывает, скажу и сглажу, не хочется. Но, меньше у нас намного стало каких-то непониманий, вот, в основном, это душа в душу, в основном, вот, сейчас, как бы, наоборот. Девчонки у нас выросли, у нас, наоборот, сейчас есть время для себя, мы стараемся быть в таком молодом стиле, все-таки посещать побольше каких-то мест, кафешек, да, каких-то даже, вот, таких вот, музыкальных, ну, не то, что клубов, да, но, вот, какие-то, вот, такие, мероприятия, где есть музыка, где можно и потанцевать. Мы стараемся выходить, в общем, куда-то выходить вместе, совместно гулять, то есть, вы видите по моим блогам, кто со мной давно, то мы, слово, любим гулять, в город выезжать, девчонки с нами уже, конечно, не хотят ходить, там, в город, вот, но мы, как бы, любим проводить время вместе, можем, там, даже на даче, не то, что, когда все это классно, когда у меня мама, когда у меня девчонки с нами, это одно, и когда вдвоем, то нам не бывает скучно, мы, как-то, находим развлечения из, ну, я не знаю, вот, у меня нет такого, чтобы мне было с мужем скучно, то есть, мне бы хотели, или, у меня нет такого, чтобы я бы хотела поехать отдыхать одна, например, у меня нет такого, я уже как-то в одном, в каком-то видео рассказывала, что мы всегда, если мы едем на отдых, если у нас отпуск, мы проводим его вместе, только вместе, у меня нет такого желания побыть одной, там, как бы, взять отпуска в разные дни и числа, такого нет, мы любим вместе, для меня это кайф, наоборот, вместе получить, ну, обсудить что-то, да, какие-то, если мы места какие-то, где-то ходим, да, обсудить, поговорить, всем делишься, конечно, да, со своей половиной, и какие-то рабочие моменты приходишь, там, домой, да, обсуждаешь, ну, то есть, вот, такая вторая половина, которая только тебя поймет, поддержит, посоветует что-то, вот, в общем, вот немного сказала вам о нас, о нашем знакомстве, что у нас вот такое очень быстрое произошло знакомство, любовь с первого взгляда, вот, и мы быстро поженили, то есть, я знаю, что сейчас очень долго живут, как-то, вот, в гражданском браке, да, вот, молодежь, сначала долго живут, потом расписываются, потом почему-то разбегаются, не знаю, для чего это, как, что они хотели, там, понять, но это дело каждого, конечно, вот, но все-таки считаю, что брак это не то, что, там, все, ты сейчас прикована к дому, все, естественно, естественно, ну, как бы, в жизни, да, рожаешь детей, занимаешься семьей, бытом, дети вырастают, у тебя опять появляется куча свободного времени, вот, у нас сейчас девчонки подросли тоже, Ксюша у нас уже самостоятельная, уже, даже переехала от нас, да, живет сама, Катя у нас еще, конечно, с нами, у нее еще два года школы будет впереди, ну, ей уже 16, настоящий год, 17 лет исполняется, но все равно, конечно, вот мы уже опять, больше время на себя находим, и все в каждом времени, как бы, все в своем было, то есть, замужество, дети, дом, быт, какое-то время я сидела, не работала, занималась детьми, занималась девчонками, школой, кружками, вот, какое-то время потом пришло у меня для работы, все, все свое время, в общем, вот, и 28 августа, это было среди недели, Вова подарил мне белые розы, он знает, что я люблю белые розы, стараются подарить белые розы, букет очень симпатичный, вот, и в этот день, конечно, мы не смогли попраздновать, так как мы работали, все-таки после работы это усталость, и у меня неделя была такая, немного тяжеловатая, потому что мы закрывали месяц на работе, вот, конец месяца, там, всего понакопилось, в общем, надо было все закрывать, как бы, и так как у меня эта неделя была уже последняя перед отпуском, у меня сейчас начинается мини-отпуск, вот, поэтому надо было все на работе тоже завершить, и Вова работал, в общем, мы не смогли отметить в этот день, но мы в пятницу, я уже закончила рабочую неделю, и уловой выходной, вот, мы в пятницу вечером пошли в ресторан Максимилинс, вот, там мы уже были не раз, конечно, и, ну, провели этот вечер вдвоем, также я снимала кое-что, вот, поэтому тоже вставлю кадры, вы посмотрите, как у нас прошел этот вечер. Вот такой красивый бакетик длинных роз подарил мне сегодня муж. Наслаждаюсь цветочками, правда, отметить мы не сможем сегодня, наш день, годовщины свадьбы, но мы отметим чуть позже, поэтому просто буду наслаждаться сегодня такими цветочками, ну, конечно, как только мы закончим с работой, обязательно отметим наш праздник вместе. Ну, и вот тут наступила наша долгожданная пятница, после работы Вова меня встретил, и мы с ним отправились в ресторан Максимилинс, чтобы отметить наш день. Я решила немножко поснимать, пока мы шли до ресторана, свой любимый город. Вот здесь мы проходили через Дендропарк, очень такая была хорошая погода чудесная, прям, и в парке было тоже очень так хорошо, цветочки, фонтан, прям погода шептала нам, вот, и прогулялись мы заодно, чуть-чуть вам тут тоже ставлю кадры нашего города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, пока еще музыка нас не глушит, пока нас все слышно, вот там уже изучают меню, вот пришли отметить нашу дедовщину, серебряную свадьбу Максимилинс. Вот, мы сейчас изучим меню, выберем, что нам покушать сегодня, потихоньку народный приходит, выберется. Ну, пока еще так, пустые прям столбики, не так, я все заполнено, вот пока такая столбочка более неспокойная. Я не знаю, мы сидим все-таки рядом сцены, очень близко к сцене, я не знаю, нам потом уже просто будет нереально поговорить, пообщаться. Ну, вот сейчас у нас еще есть время, да? Ну, не знаю, во сколько месяц? Восемь уже начнется, да? Время, 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 после работы, пятница, любимая день, да? Вот, и все, я отработала недельку, у меня начинается тоже небольшой мини-отпуск. Так что и за отпуск, и за габарчину, и все вместе, да, будем отпускать сегодня? Голи? Никак, Голи? Ох ты, какой поцелуй-то у меня, ты видел? Да, да. Так, что нам принесли? Губами прямо. Так, у нас здесь шашлычки. Ай-ка. Овощик. Тут какие-то у нас лепешечки. Картошечка прин. Ну что? За нас? Ура! Так, ну что, пробуем? Ужаем скидок-тейль. Сладенький. 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 Ужаем сон. Ай-ка. Ай-ка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok